Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем девятую главу. «И богословил Бог Ноя и снов его, и сказал им, «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, «До страшатся и дотрепещут вас все звери земные, весь скот земной, все птицы небесные, «все, что движется на земле, все рыбы морские, ваши руки отданы они. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, «только плоть из душой ее, с кровью ее не ешьте. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, «взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека, «ибо человек создан по образу Божию». Бог благословляет Ноя и снов его. После того, как мир очистился от греха в потопе, Бог дает благословение, и Бог восстанавливает Ноя, как человек вновь становится владыкой над миром, как немножко раньше мы читали, Бог поставил человека владыкой над всем творением, и здесь Ной вновь получает эту же позицию, он становится, и другие люди, его потомки, они становятся владыками на земле, но немножко уже появляется другой оттенок. Человек владычествует на земле, но не так, как это было до грехопадения. Это уже не гармоничное владычество, это уже владычество, в котором есть элемент страха. Все вас будут бояться и трепетать, все остальные живые существа, потому что человек становится хищником. Человек уже поедает других живых существ, и это признается как некая необходимость, как то, что неизбежно в этом падшем мире. И есть запрет на употребление крови, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Весь Ветхий Завет последовательно запрещает употреблять в пищу кровь. Почему? Потому что кровь – это символ жизни, жизнь принадлежит Богу. Символика достаточно понятная, что если человек или животное теряет кровь, они умирают в итоге, то есть кровь прочно ассоциируется с жизнью, и кровь как жизнь принадлежит Богу, поэтому ее нельзя употреблять в пищу. Отказ употреблять кровь в пищу, он знаменовал вот это признание того, что жизнь на самом деле принадлежит Богу. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Здесь мы видим, что мир, который возникает после потопа, это не мир до грехопадения. Это мир, в котором уже присутствует грех, мир, в котором уже присутствует зло, зло, которое потоп не истребил окончательно, только сильно обуздал, сократил его масштабы. Но зло продолжает присутствовать, потому что здесь речь идет о том, что зверей людей едят, и, главное, люди друг друга едят. Люди друг друга убивают. И поскольку люди друг друга убивают, появляется наказание за убийство. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Возникает правосудие, возникает преследование злодеев, изникает смертная казнь за убийство. И тут надо отметить одну важную вещь, которая присутствует в Ветхом Завете, которая отличает ветхозаветное законодательство от всех языческих кодексов. Иногда Ветхий Завет и его законы называют очень суровыми, но тут нужно сопоставлять с законами современных ему языческих обществ. И вот в большинстве языческих кодексов, во всех, насколько мне известно, за убийство нужно было платить большой штраф виру, как это называется в русской правде, ну, в других языческих кодексах, другие какие-то термины. И эта сумма выплаты, эта сумма виру, она меняется в зависимости от статуса человека. То есть за убийство раба нужно платить такую-то сумму, за убийство свободного поселянина нужно платить такую-то сумму, за убийство знатного человека нужно платить такую-то сумму. И Ветхозаветное законодательство говорит, что нельзя брать выкуп за душу убийцы. Убийца, тот, кто совершил преднамеренное убийство, должен быть предан смерти. Почему? Потому что человек создан по образу Божию, человек, который пролил кровь другого человека, он должен умереть. Платой за убийство, за пролитие крови не может быть серебро. Может быть только другая пролитая кровь. Пролитая кровь самого убийца. Поскольку человек, который совершает убийство, он покушается на образ Божий, и он должен умереть. Это подчеркивает то, что человек, любой человек, независимо от его социального статуса, ценен в очах Бога, его жизнь обладает ценностью. И поэтому его убийство должно наказываться. И в ранних обществах оно, конечно, наказывалось смертью. Там никакой возможности пожизненно заключать злодея в тюрьму не было. И была возможность либо брать выкуп, либо не брать выкуп, а предавать злодею смерти. И вот Библия говорит, что выкуп брать нельзя. Убийца не должен откупаться. Поскольку то, что он совершил, это не измеряется в деньгах. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека. Ибо человек создан по образу Божию. Конечно, к этому стиху прибегают люди в современных дискуссиях о смертной казни. И тут можно заметить, что это ветхозаветное установление, оно носит именно ветхозаветный, такой предварительный характер. И сейчас мы не можем его рассматривать как прямое указание, если есть возможность не предавать злодею смерти, то лучше, конечно, не предавать, если государство имеет его возможность содержать под стражей. Вы же платитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И мы видим, что Бог еще раз богословляет брак и чадородие. Библия очень позитивно относится к семье, Библия очень позитивно относится к чадородию, и Библия очень позитивно относится к тому, что человек — это существо духовно-телесное, и у человека есть естественная наклонность создавать семью, и это очень хорошо. В истории было много различных еретических учений, которые говорили, что семья — это зло, что телесная жизнь — это вообще зло, и вот Библия это отвергает, Бог благословляет людей плодиться и размножаться. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, и с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Господь Бог, «Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облака на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мной и между вами и между всякой душою живой во всякой плоти, и не будет более водопотопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомни завет вечный между Богом и между землей, и между всякой душой живой и всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мной и между всякой плоти, которая на земле. Здесь появляется такое понятие, оно впервые появляется в Библии, понятие завета. Конечно, строго говоря, можно назвать заповедь, данную Адаму заветом. Но здесь появляется уже прямым текстом это слово завет, и оно в дальнейшем в Библии будет иметь огромное-огромное значение. Нам стоит обратить на него внимание. Само слово завет иногда передают как договор. Это отчасти верно, но это не совсем передает смысл. Да, завет это может быть договор, но слово договор в современном русском языке, оно носит такой несколько холодный, официальный такой оттенок, что мы не заключаем обычно договоров с людьми, которым мы доверяем. Договор это когда вы подписываете кучу бумажек, там вам смотрят вашу кредитную историю и всячески исходят из того, что вы им в общем-то никто и вам не очень доверяют и стараются себя обезопасить на тот случай, если вы мошенник. Завет это отношение несколько другого типа, это отношение взаимной личной преданности. Завет может заключаться между государем и народом. Государь обещает защищать народ, обращаться с ним милостливо, народ обещает повиноваться государю. Двое государей могут заключить завет, установив фассальную зависимость одного по отношению к другому. Брак это тоже завет. Муж и жена заключают завет. То есть завет это договор, можно так сказать, но это нечто более глубокое. Это глубокие личные отношения, которые охватывают всю жизнь вовлеченных сторон. Ну вот как договор, например, она именно работа, человек приходит, отрабатывает 8 часов и он свободен за пределами этих 8 часов. Его жизнь не принадлежит работодателю. Брак это такого рода завет, такого рода договор, который охватывает всю жизнь человека. Он уже не может сказать, что вот тут я свободен от этих обязательств. Нет. И договор это то, что может быть ограничено по времени. Не знаю, я там, допустим, взял кредит, я его выплатил и на этом все закончилось. Завет это завет вечного, не может быть разорван. Завет это когда люди разделяют жизнь друг друга. И вот здесь Бог поставляет завет со людьми и со всем потомством. Бог обещает, что не будет больше потопа губительного. Бог берет такое на себя добровольное обязательство. Бог дает обетование. Слово обетование, церковно-славянское слово нашего синодального перевода, оно значит просто обещание. Бог обещает некоторые вещи. И это слово обещание, оно для Библии является ключевым. Мы верим прежде всего в Божьи обещания, в то, что Бог нам некоторые вещи обещал, мы на это полагаемся. Бог в данном случае обещает, что больше не будет губительного потопа. И Бог показывает, как знак этого своего обещания, радугу, которую мы видим во время дождя. Когда солнце светит через дождевые капли, мы видим радугу. Радуга это, хотя ее потом стали использовать различные совершенно не христианские, не богочестивые политические движения. Радуга первоначально это знак завета Бога с Ноем. И на картинах, которые изображают распятие, иногда можно видеть, как на заднем плане изображается радуга, как знак завета с Богом. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Яфит. Хам же был отец Ханаана. Сеи трое были сыновья Ноевы, и от них насилилась вся земля. Ной стал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Вот начинается жизнь на новой земле, и начинается возделывание винограда, и начинается получение вина. В мир входит такое новое явление, как вино и опьянение. И вот Ной выпил вина, опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Яфит взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Слово Хам, оно очень хорошо, очень прочно вошло в русский язык. И слово Хамство, Хам, я знал с детства. И никто не знал, ни я, ни кто-либо другой не знал, откуда вообще это слово взялось. Но вот это слово из Библии. И Хам, он виновен в том, что он отказался покрыть наготу отца своего. Он смеялся, он рассказал об этом братьям. И мы видим здесь, что, в общем-то, Ной недолжным образом себя повел. Он впал в такую невоздержанность, он напился пьян, он лежал там в шатре Нагим, он себя опозорил. Но мы видим, как по-разному ведут себя Хам и Сим и Яфит. Хам над этим смеется, он об этом сообщает, он разглашает этот позор своего отца. Сим и Яфит, они тихонечко идут и покрывают его наготу. Лица их были обращены назад при этом. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделан над ним меньший сын его. И сказал, проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих. Потом сказал, богословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Яфита, то веселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. И жил у Ноя после потопа 350 лет, всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. И мы видим реакцию Ноя, который проклинает Ханаана, то есть фактически Хама и его потомков. То есть результат вот этого поведения Хама – это проклятие, которое ложится на него и его потомков. Мы видим здесь, как Священное Писание преподает один очень важный нравственный урок о том, как нам относиться к греху другого человека, и особенно к греху кого-то, кто стоит над нами, отца по плоти, или еще кого-то, над кем может быть соблазн посмеяться. Мы должны ни в коем случае не насмехаться, мы должны покрывать эти грехи и стараться поступить так же, как мы бы хотели, чтобы поступили с какими-то нашими грехами и немощами, то есть во всяком случае над ними не смеялись. И мы видим, как Яфит и Сим, они получают богословение. Да распространит бог Яфита, да веселится он в шатрах Симовых. Сим является предком богоизбранного народа израильского. Яфит традиционно считается предком всех остальных европейских народов. И многие усматривали тут пророчество о том, что Яфит, то есть все народы, будут веселиться в шатрах Симовых, то есть воспримут то божественное откровение, которое будет преподано через народ Израиля. Ханаан же будет рабом ему. И тут подчеркивается, что хам через свое поведение лишил себя благословения не только для себя, но и для своих потомков. Для людей древности было очень важно, что человек продолжает себя в потомках. И вот то, что это наследие, проклятие такое наследуемое, подчеркивало тяжесть проступка хама. Поэтому будем удаляться от такого хамского поведения. Мы с вами прочитали девятую главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала Exiget.ru.